Здравствуйте, ребята, меня зовут Богатейший Ди, добро пожаловать в новое видео. Итак, если ты здесь, чтобы узнать, что происходит с биткоином и какие сценарии стоит ожидать в будущем, ты попал в правильное видео. Потому что сегодня я расскажу тебе о разных сценариях на различных таймфреймах и покажу, куда именно биткоин может следовать в ближайшее время. Поэтому, если тебе это интересно, не забудь поставить лайк. Если ты находишься здесь впервые, также подпишись на канал, ведь здесь мы каждый день говорим про криптовалюту. Видео выходит практически каждый день. Итак, начнем с недельного графика. На этом графике цена биткоина повторяет все один и тот же сценарий, который тянется с марта 2020 года. Каждая коррекция биткоина находит свою поддержку именно на этом трендлайне, о котором мы уже говорили в прошлых видео. Но этот трендлайн не только выступает в качестве поддержки, но и указывает нам направление рынка. И даже несмотря на вот эти два падения, вот здесь рынок до сих пор находится в восходящем движении. Представляешь? Ведь цена биткоина находится выше этого трендлайна. Почему-то об этом мало кто говорит. Мы видим, что мы все ближе подбираемся к этому трендлайну. А это означает, что ожидать развязки осталось совсем недолго. Я думаю, что закрытие этого месяца решит абсолютно все вопросы. Если что, этот трендлайн находится на отметках около 38 тысяч долларов. Кроме этого, у нас есть еще и 50-дневная средняя скользящая, вот эта оранжевая линия. Она также выступает в качестве сильной поддержки на росте. Не только в этом цикле, но и во всех остальных, которые были до этого. Если мы хотим увидеть продолжение роста, цена биткоина ни в коем случае не должна проваливаться ниже этих двух линий. И ни в коем случае после этого провала потенциального эти линии не должны превратиться в линии сопротивления. Это очень важно, если мы хотим увидеть рост. Но, ребята, есть такое правило, чем чаще мы касаемся одного и того же уровня, тем выше шанс его пробить. На этом росте мы касались этого трендлайна уже несколько раз. Как минимум 4 глобальных раза. Вот здесь, вот здесь и вот здесь. На прошлом бычьем рынке цена биткоина касалась подобного трендлайна 5 раз. А еще на одном прошлом около 4 раз. Так что это заставляет немножечко забеспокоиться, не так ли? На дневном графике мы сейчас тоже находимся в критическом моменте. Если мы растянем сетку Фибоначчи, что я уже сделал, то четко увидим, что цена биткоина прямо сейчас нашла свою поддержку на линии 0.5 по Фибоначчи. Поэтому на немедленной краткосрочной перспективе для того, чтобы увидеть отскок цены, этот уровень должен остаться поддержкой. Кстати, это действительно важный уровень. Посмотри, в прошлом он несколько раз был сопротивлением. Вот здесь и здесь. Сейчас же впервые за долгое время, с января этого года, мы пытаемся превратить его в поддержку. Если цена биткоина не сможет найти здесь поддержку, то мы пойдем искать ее уже на отметках диапазона золотого сечения по Фибоначчи, который находится в диапазоне от 0.65 до 0.618 по Фибоначчи. А это от 37.5 до 38.200 долларов. Интересно, что именно на этих ценах и находится тот самый глобальный трендлайн, который тянется весь этот буллран. Обычно от золотого сечения, как мы уже не раз говорили, мы наблюдаем отскоки цены биткоина до уровня 0.382 по Фибоначчи. А это около 43.820 долларов. Итак, мы вполне можем увидеть поход цены биткоина до отметок золотого сечения по Фибоначчи, а затем отскок до уровня 0.382. В том случае, если уровень 0.5 по Фибоначчи не удержится вот здесь в качестве поддержки. Также мы замечаем, что параллельно цена биткоина формирует довольно бычью фигуру на дневном графике. Падающий клин, в котором верхняя линия служит сопротивлением, а нижняя поддержкой. Правда, один раз цена биткоина умудрилась уйти ниже этой линии поддержки, но сразу же вернулась обратно, поэтому этот пробой мы считаем ложным. Если сейчас цена биткоина удержит этот уровень 0.5 по Фибоначчи в качестве поддержки, то мы можем увидеть потенциальный прорыв цены биткоина вверх до отметки 0.382 по Фибоначчи без посещения золотого сечения по Фибоначчи. Поэтому это очень важно. Нужно обязательно следить за уровнем 0.5 по Фибоначчи и за тем, как именно он будет реагировать на цену биткоина вот здесь. Если мы его пробиваем, то нас ожидает поход до золотого сечения по Фибоначчи. Если же мы его удерживаем, мы можем увидеть отскок цены до 0.382 по Фибоначчи. Теперь давай поговорим про 4-часовой график биткоина. Здесь мы тоже наблюдаем очень интересную ситуацию на индикаторе CPR. Мы видим четко, что цена биткоина прямо сейчас находится ниже этих месячных линий CPR. Она постоянно от них отталкивается. Таким образом, эти линии, которые еще недавно вот здесь служили поддержкой, теперь вот здесь превратились в сопротивление. Мы говорим про уровни 43 900 долларов, 45 000 долларов и 46 000 долларов. Именно на этих отметках находятся эти три линии месячного CPR. Если мы хотим увидеть продолжение роста цены биткоина как минимум до этой цели по CPR около 50 000 долларов, нам нужно, чтобы цена биткоина закрылась выше этих линий CPR. Только после этого мы увидим продолжение роста цены биткоина. Но давай немного перспективы. Уже через два дня заканчивается этот месяц. Следующие месячные уровни CPR отрисуются ниже предыдущих, ниже чем эти. Таким образом, формируя нисходящий тренд индикатора CPR, который обычно говорит о том, что цена еще будет падать некоторое время. Так, например, было вот здесь. Линии CPR служили поддержкой некоторое время, но затем превратились в сопротивление. После чего цена биткоина закрыла этот месяц ниже этих линий CPR. Поэтому следующие линии CPR, которые ты видишь вот здесь, нарисовались ниже предыдущих, формируя нисходящий тренд индикатора CPR, который говорит нам о том, что будет продолжение падения цены. И цена биткоина после того, как не смогла снова превратить эти линии в поддержку, таки продолжила падать. Разворот падающего тренда произошел только лишь тогда, когда цена биткоина умудрилась закрепиться выше этих линий CPR. И как только эти линии CPR начали отрисовываться выше предыдущих, что обозначило восходящий тренд индикатора CPR. Поэтому закрытие этого месяца очень-очень важно. Если мы закроемся выше этих трех линий, нас может ожидать восстановление цены вплоть до 50 тысяч долларов, а может быть даже и 52-53. Именно это ближайшие цели по CPR. Если же мы закроемся ниже этих уровней, тогда мы можем увидеть продолжение падения цены биткоина. Поэтому это крайне важное закрытие месяца прямо сейчас. Я не преувеличиваю, это буквально решает все. Кстати, интересно, что в случае падения ближайшими целями по CPR являются отметки в 39,5 и 37 тысяч 400 долларов. Эти отметки практически идеально совпадают с золотым сечением по Фибоначчи. Вот почему, если мы не хотим увидеть такого падения, уровень 0,5 по Фибоначчи должен быть сохранен в качестве поддержки. Также за последние 9 дней биткоин формирует симметричный треугольник вот здесь, который сформировался после нисходящего движения. Если мы хотим роста биткоина, цена должна вырваться из этого треугольника вверх и закрепиться выше его верхней линии. Но здесь, как мы уже говорили, находятся очень сильные линии с CPR, которые сейчас выступают в качестве сопротивления, которое пробить будет не так уж и просто. Поэтому на краткосроке мы можем увидеть попытку вырваться из этого треугольника и закрепиться выше этих уровней CPR. Причем эта попытка, скорее всего, окажется неудачной, и мы увидим откат от этих уровней как минимум до 39 тысяч долларов. Что является ближайшей целью для нисходящего движения по CPR. Как мы видим, есть два вида симметричных треугольников. Это бычий симметричный треугольник и медвежий. Бычий формируется на восходящем тренде. Медвежий же формируется после нисходящего движения. И как мы видим, наш сформировался именно после нисходящего движения. Поэтому, чтобы продолжать рост биткоину сейчас, ему нужно удержаться выше 50-дневной среднескользящей. Выше вот этого глобального растущего трендлайна, который тянется весь этот буллран. Выше уровня 0.5 по Фибоначчи. И, наконец, последнее условие – это закрепление выше этих трех линий CPR. В противном случае мы можем ожидать поход биткоина до золотого сечения по Фибоначчи. А это от 37,5 до 38200 долларов. Что ж, именно этими сценариями и условиями их выполнения я хотел с тобой поделиться. Я считаю, очень важно следить за исполнением этих условий, учитывая, что сентябрь заканчивается уже послезавтра. И нам обязательно нужно закрываться выше, как минимум, 44 тысяч долларов в этом месяце, чтобы говорить о позитивной тенденции в следующем. Но все это касается только лишь краткосрочных движений биткоина. Долгосрочная же перспектива для меня выглядит, как всегда, потрясающей. Поэтому для меня нет разницы покупать биткоин за 40 тысяч долларов, за 35 или 45, если в будущем он будет стоить 100. Поэтому я еще раз повторяю основные принципы своей стратегии. На росте биткоина я только фиксирую прибыли и ничего не покупаю. А на падении биткоина я активно накапливаю монеты, которые я потом буду фиксировать на очередном растущем рынке. Эта стратегия, понятное дело, долгосрочная. Она никак не предполагает быстрое обогащение буквально уже за неделю или месяц. Для того, чтобы на ней что-то заработать, нужно потратить хотя бы 3 года, как это сделал я. На этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео было для тебя интересным или полезным, не забудь поставить лайк. Это очень мотивирует, а мне всегда очень-очень приятно. Я хочу поблагодарить каждого, кто поставил лайк на вчерашнее видео. Мы набрали почти 10 тысяч лайков. И это очень-очень неожиданно для меня. Большое спасибо за такую поддержку. Увидимся в новых видео. Богатейте. И до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok